В оптице это народ, состоящий из двух сел и двух хуторов. Академическая справка, данная Сергеем Родиновым, Академия наук, у меня сейчас, я могу сейчас зачитать вам, для этой справки четко сказано, что запрещение преподавания этих языков и пропрессование этих народов к аварцам, это является дискриминацией. Что это должно было быть прекращено, что 13 антидейдонских народов являются одним из древнейших, высококультурнейших народов мира. Это академическая справка, это мы молчим, а мы ничего не имеем. Повторяя нет, словаря нет, преподавания нет, переписи населения, вот последняя перепись населения в 2002 году прошла, обозначили каким-то образом, 5 тысяч, кто-то обозначил, 6 тысяч и так далее, но всего антидейдонских народов около 200 тысяч. Обозначаются хотя бы 5 тысяч, дали 5 тысяч, обозначить не хотят. Запрещено иметь буквы и словары. Алфавит. Подготовили каратинский алфавит, пошли в Академию наук, говорят, преподаватели, значит, научный сотрудник говорят, да, очень шикарный, хороший, значит, алфавит и так далее. Вместе четырех знаковых букв, ну, в крайнем случае, мы до трех опустились, или до двух опустились и так далее, но принимать не будем. Почему не будем? Потому что не соответствует, значит, алфавитскому алфавиту. Спрашиваю, а что такое аварец? И что такое аварец? И почему наш алфавит должен соответствовать аварскому? Ну, потому что вы признаны вторым уровнем, значит, третьего учета седьмого поколения аварцев и так далее. Вопрос ассимуляционный идет. Сейчас собравшиеся, значит, здесь говорили о языках титульных народов. Титульными народами, да, действительно, значит, являетесь титульными, но эта титульность должна быть вами защищена. Федерация уже разрушена, федерации не существует. Есть унитарное государство с авторитарным режимом. В 2008 году наш представитель ездил в Комитет ООН по коренным народам. Россия каждый год отчитывается перед Комитетом ООН по коренным народам по своей деятельности в отношении коренных народов. И что же вы думаете сразу же, как отчитывается? В Российской Федерации существует 45 коренных молодежных народов, из которых 40 народов, это народности Сибири, Дальнего Востока. И количество населения 280 тысяч. Оказывается, всего коренные народы это русские и 45 коренных молодежных народов Сибири, Дальнего Востока, там еще идут там шапсуги, там еще кто-то. Поэтому вы или так называемые дитя народа не являетесь на коренных молодежных народов. А почему и в связи с чем это? Потому что в Украине там произведено юридическое. Понятие национальное меньшинство по комендам Советовой Европы, международных документов и то понятие национальное меньшинство, которое здесь дано, они не соответствуют. Представитель Конституционного Суда Зорин, комментируя статью 69, гарантирующую права коренных молодежных народов, поясняет, что эта статья тоже относится к кому-то другим, но только не нам. Имеется в виду, нам подсовывается понятие и, значит, заугвалируется все национально-культурная автономия. А национально-культурная автономия, чтобы вы знали, это автономия тех народов, которые имеют свое государство за пределами Российской Федерации. Я говорю о имени 13 коренных молодежных антоделёжных народов. Они имеют право на государство. Они имели свою государственную насть. Самое древнее государство на территории России, которое известно по документам, как Афганская Албания и государство Тидор. Мы большинство из вас этого вопроса не знают. Я сейчас вам перечислю 16 коренных молодежных народов, которые не признаны коренными, вы их тоже не знаете. Их не знает и президент России тоже. Их не знает пример. Если они не знают, каким образом они будут защищены? Если военные городки самовольно строятся на территории традиционного природопользования коренных молодежных народов, как можно говорить о букварях и словарях. Нету букваря, нету словаря. Продемонстрируйте, пожалуйста, алфавит каратинского народа, который мы... По переписи 1989 года, я слов, просто-напросто, очень сильное давление было, 26 человек коротинского обозначилось. При переписи населения... При переписи 1989 года, значит, обозначилось 26 человек, в 2002 году, 6052 человека обозначились. Сейчас переписи населения, я не знаю, будет правильная в этом году или нет, проблемы такие. И, значит, лишение народов возможности преподавать свой язык, изучать свой язык. Есть у нас, значит, международные документы, принятые по дискриминации, а по партии ИДИ. Есть, значит, документы, и пакты, и конвенции по вопросам образования. Значит, кто будет решать вопрос о привлечении к уголовной ответственности соответствующих виновных лиц? Я не знаю, кто будет. Я приехал, значит, на спонсорские деньги у кого-то собрал, потому что у меня душа болит, у этих народов нет никаких общественных организаций. Если есть, то они регистрировались под халота и под какую-то там определенную идею. Имеет ли право... Вот сегодня инаугурация идет у нас в Пакистане, значит, этноклановый переворот идет. Один этноклан воюет с другим этнокланом, а до народа это ничего не доходит. 12 лет правил у нас Магомед Алим Магомедович. После него Мухухин Бакович, который там, значит, через Академию наук, вот у меня здесь Академия наук и, значит, бывший президент Дагестана, каким образом обращались в Академию наук, чтобы нас не учитывали. Теперь возвращается сын Магомед Алим. Что он будет делать? Будет то же самое делать. Идет гражданская война в Дагестане. О каких-то букварях можно говорить? Без, значит, развития культуры. Каким образом можно, значит, говорить о государственности? Идет гражданская война. Место букварей, словарей, значит, место преподавания. У нас строятся военные городки. У нас, значит, поставляются туда танки, батареи. Ежедневные убийства. Я пришел говорить сюда о букварях и словарях. Можем ли мы получить это? Я знаю, что не получим. Я пришел сюда спросить у вас, вы можете ли нам помочь титульные народы, старшие братья, которые кушают из российской казны, и после вас, титульных народов, ваши младшие братья не получают ни копейки? Я деньги просить не пришел, но чтобы, в крайнем случае, не мешали нам, что поделать. Создавали динокции, такой народ есть, одноугольный народ, тысяча человек. Судились? Алло, мой господин, я очень прошу, как бы, давайте минуточку, ладно, и как бы сформулируйте, пожалуйста. Ладно, прошу, спасибо, спасибо. Как бы поповезнее. Заканчивая формулирую. Хотели создать национальную культурную автономию. Судились? Не давали. Сейчас создаются такие ассоциальные, ассоциальные народы в России, там непонятные, там не под кого, для чего там создаются, и там нет ни одного представительства наших народов. Создал, создав там недавно, российский конгресс народов Кавказа, а это что такое? Это национальная культурная автономия. Получается, перед комитетом ОМАН, Россия отчитывается, что нет у нас этих коренных народов, они сами себя признали национальное вмешательство, вот оттуда у нас проблемы. Проблемы только из-за того, что мы соглашаемся, имея право на государственность, имея право на образование, имея право на тысячу вопросов, у нас непонятно, кто из Москвы назначает нам паханов. Но, извините, я согласен, значит, принимаю резолюцию, но надо добавить проблемы наших коренных молодчизменных народов, чтобы эти народы и дополнительные еще, что ваши крупные народы тоже были признаны коренными. Вы не проходите коренных молодчизменных народов, а коренных народов. Извините. Дорогие товарищи, зачем вы сюда приехали? Каждый из нас должен быть спичкой. Какой спичкой? Зажигающей массы. Тот народ, представителем которого человек здесь представлен. Вот такими борцами, уверенными, мы должны... Так, я из Казани, где сказали представиться. Я кандидат наук. Мингазов, моя фамилия. Хватит, наверное. Вот здесь моя фамилия написана. Значит, мы должны быть уверены в том, что каждое наше выступление должно быть поддержано и будет поддержано. Вот с такой уверенностью мы должны отсюда уехать. У меня несколько предложений есть. Самоопределение наций. Сейчас это Российской империи говорится, так называемое самопределение. А между тем есть проект закона. Там написано, русский народ определяется по всей территории империи. где Чувашин самоопределяться, где другим нациям никому не остается. Они вне закона. Я поэтому написал было одну, один пункт своей брошюры. Но поскольку времени не хватило, я это выпустил. Поэтому мы должны вовсю отстаивать наше самоопределение. Без этого мы беззаконными будем. Дальше. Красная книга народов. Сейчас вот есть народы, у которых последние магиканы есть. Один-два человека остались. Я в своей брошюре написал одним пунктом, что вот такие народы, как они умирали, последние старушки. Это можно дополнить. И мы должны подстаивать свою нацию, свой этнос, так, чтобы они жили. И должны голос поднимать. А для этого нужна красная книга. Я думаю, здесь президиум поставит этот вопрос, как мы организуем эту работу. Далее. Закон 309. Я из интернета добил реакцию центра на этот закон, на этот наш протест. Там написано может то, может другое, третье, значит, болтовня. Вот. Мы должны требовать только одно, отмены закона. Если вы сумели написать этот закон, будьте добры. Вот. Отменить публично. АПЛОДИСМЕНТЫ Министерство по делам национальности. Он отменен. Оно отменено. Мы должны восстановить этот закон, это министерство. Без этого наша общественная работа, наши разговоры останутся только разговорами. Поэтому мы в резолюции должны написать, значит, восстановить Министерство по национальности. Дальше. Конгресс народов. Президент Чувашской республики Федоров этот вопрос поставил. Собрал в 1995 годы людей. Наш Шаймиев не приехал сюда.